Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Малахии, вторая глава. В ней продолжается та же самая критика в адрес священников Иерусалимского храма. Почему эти слова актуальны для нас, христиан XXI века? Потому что мы тоже служители Господни. И то, что относилось здесь к священникам, можно вполне применить ко всем христианам сегодня. Следует заметить, что в Новом Завете никогда пастыри церковные, пресвитеры и епископы не называются священниками. Поэтому, когда речь идет о священниках, то они являются священники ветхозаветные, прототипом всеобщего священства христиан, христианского служения Богу. Итак, для вас, священники, это заповедь. Начинается вторая глава. «Если вы не послушаетесь и не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Если звучит обличение через пророка, надо его исполнить, приложить к сердцу. Замечательное поэтическое такое выражение библейское, часто встречается в Танахе. Приложить надо к сердцу, хранить в сердце. Дорожить этим божественным словом, обличением, и в свете его ходить, исправить свои пути. Нельзя относиться как к чему-то незначительному, к Божьему слову, обличающему тебя. Нужно приложить его, принять к сердцу, иначе человек будет проклят. Проклят человек, не соблюдающий Слово Господне. Проклятие — это то, что противоположно благословению. Когда нет благословения, тогда человек под проклятием. Поэтому должен человек искать благословение. А если человек находится под проклятием божественным, под его божественным херемом, под заклятием, тогда он благословляет, но это благословение недейственное. Господь проклинает эти благословения. Очень суровая критика звучит. Вот я отниму у вас плечо, имеется в виду та часть жертвенного животного, которое после жертвоприношения доставалось священникам. То есть самая лучшая часть — плечо, грудь и плечо. Здесь упоминается плечо жертвенного животного, которое потом впоследствии жарилось, или пеклось, или варилось, и священники и их семьи его ели в чистом месте. Эти жертвы питались этим. Отниму у вас плечо, то есть оставлю вас голодными. Помет раскидаю на ваши лица. Вот этот самый помет жертвенных животных, что-то нечистое, которое выбрасывалось за стан, выбрасывалось вон, в жертву не приносился помет ни в коем случае никогда. Потому что животное разделывают, там у него помет есть. Этот самый помет, нечистый помет, который отделяется от жертв, которые становятся чистыми, через это отделение помета, в частности, вот этот самый помет Господь швырнет на лица своих священников. Помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним. То есть вместе с этим дерьмом, вместе с этим пометом животных выбросят и из народа Божьего вышвырнут служителей Господни, недостойных служителей священников. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием», говорит Господь Саваоф. Что это за завет с Левием? Господу принадлежат все первенцы. Господь истребил первенцев египетских и тем самым освятил первенцев в израильском народе. Ангел-губитель, посланный от Господа, который прошел по всему Египту, оставил в живых первенцев в израильских семействах. Их жилища, как мы помним, были косяки этих домов, жилищ были помазаны кровью агнца пасхального, и ангел-губитель прошел мимо тех жилищ, чьи косяки были помазаны кровью агнца. А во всем Египте от дома раба до дома фараонова стоял вой, стоял плач, все оплакивали своих первенцев. Господь погубил первенцев египетских и осветил, спас первенцев израильских. Поэтому все первенцы посвящаются Господу. Но почти сразу же уже Господь заменяет первенцев на отдельное колено израильское. Отдельное колено вместо первенцев посвящается Господу. Это колено левия, то колено, к которому принадлежат Аарон и Моисей. Это не значит, что первенцы как бы больше не считаются чем-то особенным. Нет, продолжают считаться, и во всяком первенце следует приносить жертву. Вспомним, что первенца нужно приводить в храм, приносить за него жертву после очищения. Вспомним событие Сретения по описанию Евангелия от Луки на 40-й день. Когда исполнились дни очищения, то Иисуса принесли в храм, и по закону полагалось принести очистительную жертву. Богатые приносили агнца однолетнего из овец или из коз, ягненка или козленка, а люди несостоятельные, бедные, приносили двух горлиц или двух птенцов голубиных, что и сделали Иосиф с Марией первенцы. Здесь говорится об этом самом завете с Левием. Завет с Левием. Завет Леви воспринял то служение, которое должны были совершать первенцы пред Господом, то посвящение, которое изначально доставалось первенцам, и вот это посвященное, особое колено, посвященное Богу, потомки третьего из сыновей Иакова, Левия, и особенно, конечно же, потомки Аарона, священники, ну, то есть левиты и священники. Левиты — это все мужчины, потомки Левия, а священники — это потомки Аарона, брата Моисеева, который тоже был из колена Левия. Так вот, все эти левиты, потомки Левия, посвящались Господу. В этом состояло Божье благословение. И им не давалось удела в Святой Земле Израиля при разделе земли, потому что сам Господь их удел. Они должны питаться от жертвенника, и от тех десятин, и от тех жертв, которые приносят Господу, питаются священники и левиты. Заповедь Господь такую дал, говорит Господь, я дал эту заповедь для сохранения завета моего Слевия. Вот в этом и состоит и завет Слевия. Чтобы колено левитов служило Господу как особое колено для совершения богослужений. Завет мой с ним был завет жизни и мира. Завет Слевия. И я дал ему его для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Не скажешь конкретно о Левии этом. Левий подвергается критике в книге Бытия. Видимо, здесь говорится о потомках Левия. Прежде всего, о Моисея и Ороне. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить веденье, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Удивительно, что здесь священник называется вестником. Необычно. Обычно вестниками называются пророки. Да, пророки могли быть и священниками тоже. Вспомним Иеремию или Иезекииля. Но они вестники, потому что они пророки, а не потому что они священники. А вот здесь священник называется вестником. Ведение, знание, знание. Люди ищут у священника знания, как отличить святое от несвятого, прежде всего. Как правильно служить Богу, какие приносить жертвы, как жить свято. Священники не родили в этом. Мы услышим критику в их адрес, касающиеся вот этого аспекта их служения дальше. «Но вы уклонились от пути из сего, для многих послужили соблазном в законе, а разрушили завет левия, — говорит Господь Саваоф. Разрушить завет — страшное преступление, духовное, религиозное, культовое преступление совершили эти священники. Послужили для многих соблазном, и для других священников, собратьев своих, и для всего народа Божьего. Из-за этого их ждет суровое наказание. Зато я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы, не соблюдая эти путей моих, лицеприятствуете в делах закона». Лицеприятствуют в делах закона. Должны священники не взирать на лица и действовать одинаково, и быть служителями Божьими и посредниками между народом и Богом в том, что касается жертвоприношений, хлебных приношений и так далее. Но быть нелицеприятными. К сожалению, лицеприятие — это грех такой, который свойственен всем поколениям. И часто бывает, к сожалению, такое и в церкви. И это вот сурово обличает, например, Яков в своем послании в Новом Завете. Если приходит в собрание христианское богатый человек и бедный, надо относиться одинаково к ним, а не говорить богатому, вот давай-ка займи почетное место, а ты вот, бедный, сядь тут у ног моих. Сурово критикует это Яков в своем послании. Но эта критика справедлива и для современников пророка, который написал эти строки. «Не один ли у всех нас Отец?» — риторический вопрос. «Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших?» Все члены общества Господня, весь Кехал и все собрание Господня, и вся община, вот эта храмовая община возвращенцев из Вавилонского плена должны быть действительно в их среде братские отношения, так же, как впоследствии и в христианской церкви. Так должно быть, не должно быть лицеприятия и должно быть братолюбие. «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». Вот здесь уже переходит от Левия к Иуде, другому колену, к колену Иуды, то есть ко всему иудейскому народу. Собственно, сохранилось из плена, вышло три колена — Левий, Вениамин и Игуда. Вениамин впоследствии уже позднее, мы знаем, что из колена Вениаминова был апостол Павел, но позднее колено Вениаминова с коленом Иудиным слилось воедино, и произошла вот эта ассимиляция двух колен. Трудно сейчас сказать, в еврейском народе трудно найти человека, которого можно сказать, вот этот человек из колена Иудина, этот из колена Вениаминова. Ну а что говорить о других коленах? Те давно уже растворились в Междуречии и ассимилировались среди других народов. Вернулись из плена три колена — Левий, Иуда и Вениамин. Здесь звучит критика в адрес Иуды, но, конечно же, и вениамитяне тоже здесь, я думаю, включены. Иудейский народ, иудея — это и колено Вениамина тоже, и колено Левия. Вот здесь уже, то есть, переход ко всему народу, вот конкретно критики в отношении левитов и священников, переход ко всему иудейскому народу, что они поступают вероломно и совершают мерзости. Вот это, в частности, выражается в том, что заключали браки не с израильтянками, а браки с другими народами. Это сурово критикуется в книге Неемии, предпринимаются определенные действия для расторжения этих браков. И там же говорится, что и начальники, и священники, и многие другие, они вступали в эти незаконные браки с дочерями чужого бога. Вот эти вот иноплеменницы, они почитали иных богов, и нельзя было вступать с ними в брак. Этой заповедью пренебрегали, осквернялось святое семя, как сказано в книге Ездры и Неемии, и вступали в этот брак. Тем самым разрушалось единство народа Божьего, его идентичность разрушалась, тем самым попиралась, умолялась. И это все здесь критикуется. «У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже, и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу». Бдящие на страже — это хранители народа Господнего. Это ответственные лица, стража была при храме Господнем, стража на стенах иерусалимских, стража вообще в народе Господнем, воины, стражники, но не только, и духовная стража, конечно, священники, пророки, отвечающего, приносящего жертву Господу. То есть и священники, и пророки. Пророки тоже называются стражниками, сторожами. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он, то есть Господь, уже не презирает боли на приношение, то есть не зрит на Него. Здесь презирает через «и» не презирает, а презирает. То есть взирать. Не видит больше этого приношения, отвращает взорство от Него, и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. Вот они поступали нечестиво, неправедно, и тем самым заставляли обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Люди, приносившие жертвы, давали их священнику, священник их приносил. То есть что-то было такое, что приносило горе и рыдание. Вы скажете, за что? За что эти слезы? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Опять здесь критикуются смешанные браки. Иудеи не должны вступать. Об этом говорят и Ездра Неемия, и послепленные пророки вообще не должны вступать в жертвы, не должны вступать в брак с иноплеменницами, с идолопоклонницами. Несколько иной взгляд на это в книге Руфь. Руфь-моавитянка, да? Может быть, Руфь написана, составлена как полемика против такого отношения, такой закрытости. «Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Непонятно, о ком идет речь здесь, кто это сделал, в ком пребывал превосходный дух, кто желал получить от Бога потомство. Сразу вспоминается Авраам, конечно. Может быть, здесь намек на него содержится. Он желал получить от Бога потомство. И он не должен был брать себе в жены, и на племенных жен тоже. Вот была у него Сара, и все. Зачем ему Агария-то? От Агарии потомство... Ну, она не жила, не жена была, конечно, наложница, но потомство не от нее. Моисей подвергался критике за то, что у него жена была не из колен Израилевых. Одна из жен. Да и другая тоже. И третья. Все его жены. Он желал получить от Бога потомство. Поэтому евреи должны тоже желать получить от Бога потомство. Для этого они должны хранить чистоту в браке, то есть не вступать в брак с иноплеменницами, с идолопоклонницами. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Это все несколько раз здесь называется вероломством. Вероломство — это отступление от Завета, это разрушение Завета, попрание Завета Господнего. Завет в том числе и в том, состоит в том, чтобы народ израильский хранил верность своим женам, которых израильтяне берут из своих же колен израильских, и не вступал в брак с представительницами других народов. Последний стих читаем в 2 главе. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите. Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит. Или где Бог правосудия?» То есть люди поступали не просто нечестиво, но еще и цинично говорили, «Ну, где Бог правосудия? Ну, пусть Он нас накажет. Раз не наказывает, значит, мы и дальше будем так делать». И даже говорили, «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа». Смотрите, вот Он благоденствует, жирует, или, как сказано в одном из псалмов, «Выкатились от жира глаза, их бродят помыслы в сердце, на всем насмехаются, злобно разглашают клевету». Вот надмение нечестивцев, поступающих вероломно и нехорошо. Они прогневляют Господа тем самым. Запись эта сделана для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...